Может ли подобный пиар-ход считаться оскорблением верующих, мы поговорим с нашим экспертом на прямой линии со студией протеерей Игорь Шестаков, настоятель свято-троицкого храма и секретарь Челябинской епархии. Отец Игорь, скажите, уместна ли такая реклама и можно ли использовать молитвы в оформлении календарей? Ну, видите ли, текст молитвы, который можно или хочется разместить. Он сам по себе, конечно, вроде бы как никакого запрета на изображение этого текста молитвы нет. Да, нет того, кто вступился бы за авторские права, поскольку мы понимаем, что молитвы, как и религиозная символика, они не могут иметь. То есть на них не распространяется авторское право, то есть они принадлежат миллионам людей. Но что касается нравственной стороны этого дела, учитывая все-таки, что это реклама, что это рекламный проспект, листовка, который легко может быть не только прочтен, но и брошен в мусор, да, конечно, недопустимо размещение на нем текста молитвы. Поскольку для нас все-таки священное определяется, имеет свои рамки, и если мы на случайном носителе распространяем священный текст или священное изображение, мы должны отдавать себе отчет, что это может оказаться брошенным не только в мусорный бак или в урну, но и под ноги людям. А может быть это специальный ход, который нацелен именно на православных? В мусоре, да, или там где-то, но что касается рекламной листовки или рекламного проспекта, я полагаю, что это совсем неприемлемо и недопустимо. И верующий человек подобную вещь не примет как данность. Спасибо, я напомню, с нами был протеерей Игорь Шестаков, настоятель Свято-Троицкого храма и секретарь Челябинской епархии. Мы говорили о пиар-ходе микрофинансовой организации, напечатавшей на календаре молитву «Отче наш».